Никто не хочет жить в грязи, все желают ходить по чистым улицам. И сейчас мы говорим не о бытовом мусоре, с которым должны бороться дворники, а о мусоре информационном. Именно он загрязняет целые микрорайоны нашего города. На недавнем заседании комиссии по благоустройству обсуждались многие важные вопросы. Один из них касался незаконной рекламы, которой в Ленинском районе становится все больше. По весне рекламная деятельность более оживилась. Там, где мы поубирали рекламные конструкции, особенно в новых микрорайонах, с заборов, они резко появились на фронтонах домов. Причем залезли уже, это можно только лишь с помощью специального оборудования их туда закрепить. Такая ситуация наблюдается не по всему Ленинскому району. Например, в старой застройке города видно незаконная реклама. Если имеется, то в минимальном количестве. Больше всего несанкционированных рекламных сообщений находится в шестом микрорайоне. Скажите, что вы думаете по поводу незаконной рекламы в шестом микрорайоне? Какой рекламы? Незаконной. Очень много установленной рекламы, которую без ведома администрация. Убрать однозначно. Почему? Так считаете? Ну, а зачем? Нужно, если незаконно. Все, что незаконно, это неправильно. Все убрать. Нужно как-то бороться с этим. Убирать. Наказывать тех, кто это делает, если они в этом замечаются. По словам главы, это связано с тем, что некоторые управляющие компании уделяют рекламному вопросу недостаточно внимания. ТЭС-6 из рук вон плохо. Вообще за этим смотрят. Или там просто по пустительству и вешают все, что не попадя. Управляющая компания домами Мортона или застройки ЭКО Видное. Они, кстати, стараются за этим следить. Я просто для сравнения именно новую застройку взял. При этом в Бутово та же самая компания Мортон просто не обращает внимания абсолютно. Все завешивается просто клеенкой. На борьбу с несанкционированной рекламой администрация Ленинского района настроена серьезно. И незаконные конструкции должны быть убраны до 25 апреля.